Что-то с Конституцией произошло, наверное, или это другой праздник. Вы же сказали, великий праздник. Да, ну, больше не могу ничего добавить. Ну вот вы сейчас заставляете меня задуматься, сейчас после нашего интервью пойду читать. Не знаю. Здравствуйте, дорогие друзья. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. А с 1992 года эта дата стала официальным праздничным днем. Днем России. Сегодня мы поговорим с прохожими на улицах города и узнаем, что они думают и знают об этом празднике. Это «Глаз народа». Понятия не имею, не особо интересно и праздником особо это не считаю. Но ведь это же День России, все празднуют. Ну а что празднуют конкретно? Я хотел вас спросить, что вы празднуете. У меня вчера был день рождения, поэтому сегодня я отдыхаю с детьми и гуляю в парке. Но я не празднуют День России, я не считаю это праздником. Почему не считаете? Ну если вы мне объясните смысл этого праздника, может, буду считать. А откуда пошел этот праздник? Вы знаете, я честно затрудняюсь ответить на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, сегодня День России. Для вас это большой праздник? Нормальный, хороший праздник. С чего пошел этот праздник? Какая знаменательная дата была или какое-то событие? Вот не знаю. Стыдно, но не знаю. День России, значит, с Россией, наверное. А что произошло в этот день? Не могу сказать. А как вы думаете, с чем связан этот день? Что произошло 12 июня? Если честно, я вообще как-то даже не вдавалась особо. А праздновать будете? Нет. А что вы сегодня празднуете? День России. С чем он связан? Что произошло в этот день? Вот честно, я не знаю. Мы задавались этим. Поэтому каждый россиянин решает, как ему глубоко и умело продемонстрировать свой шаг в жизни. Это голос Ельцина, правильно понял? Да, да, да. Конечно. Что произошло в этот день, много лет назад? Не знаете, да? Без понятия. Ну, что-то же произошло 12 июня когда-то? Ну, не знаю. А вы можете подсказать, что сегодня за праздник и с чем он связан? Без понятия. Да знаем мы, с чем подсказан. Объединились в республике. Куда объединились? Россия. Россия объединилась. А до этого что было? Россия. А до этого что было? До этого был Советский Союз. Уже не помню. Ну, освобождение, наверное, Россия. От чего? От кого? От кого? Ну, позор. Вы что сегодня празднуете-то? Мы ничего не празднуем. Мы просто отдыхаем. Мы детей выгуливаем. День России. Почему именно в этот день мы празднуем День России? Тоже не скажу. Врать не буду. Не знаю. И даже вспомнить не можете? То, что именно Путин подписал этот закон, это точно помню. Скажите, с какого года он празднуется в России? Честно не знаю. А что произошло в этот день? Боюсь, не смогу ответить. Что же вы сегодня-то празднуете? Ничего не празднуем. Ходим, отдыхаем. День независимости России. А что произошло в этот день, 12 июня? Я не знаю. Что-то с Конституцией произошло, наверное. Или это другой праздник. А можете предположить? Нет, я уже предположила, что что-то с Конституцией. Этого плотную сказать не могу, но очень рада, что отмечают, что понимает молодежь этот праздник. А что произошло 12 июня? Не могу сказать. Так что же молодежь-то празднует? Восстановление Конституции, по-моему. Так? А скажите, а с чем этот праздник связан? Что произошло в этот день? Настя, такие вопросы задаете? Мы пришли в парк отдохнуть. А нам тут такие вопросы задаете. А вообще, знаете, с чем он связан? Что произошло в этот день? Нет. Нет. А как вы думаете, почему вы не знаете? Не знаю. У меня нет предложений. Что произошло в этот день и почему мы его празднуем? Нет. Не знаю. Не знаю. Ну, День России, а что произошло? Почему он так важен для нас? Нет, можно меня не спрашивать, пожалуйста? Ну, День России это все-таки великий праздник. Вот, он считается как международным праздником. А что произошло в этот день? Почему мы его празднуем? Ну, как вам сказать? Не могу на этот вопрос ответить особо. Вы же сказали, великий праздник. Да, ну, больше не могу ничего добавить. Да, честно, я так не могу сказать. Точно. Ну, что-то же произошло, почему мы его празднуем? Ну, что-то произошло. А вы как думаете, почему мы празднуем этот праздник? После разделения, вот когда... Конституция поменялась. Наверное. А конкретно не можете сказать? А как вы думаете, почему почти никто не знает, что мы сегодня празднуем? Ну, вот, не могу сказать. Лучше. Сама правда я не знаю, что мы сегодня празднуем. Знаю, что День независимости. А вот флажок носите? Потому что сегодня ходила в музей, и мне этот флажок подарили. А как вы думаете, почему большинство, кого я спросил, не знают, что мы сегодня празднуем? Ну, потому что, наверное, по телевидению нигде не рекламируют, не доводят до людей, что за праздник, почему, к чему. Ну, это нормально вообще? Я думаю, нет, потому что все-таки День России должны люди знать. Ну, вообще, вообще нет, но сегодня будем праздновать. А вы знаете, с чем он связан? Почему мы его празднуем? Ну, с нашим государством. А что произошло в этот день? Не знаю. А что вы будете праздновать? За... просто за Россию. А как вы думаете, а почему мы не знаем свои праздники? Ну, это очень плохо, потому что не интересуемся. А почему вы не интересуетесь? Ну, даже не могу ответить, затрудняюсь. Наверное, желания так такового нет. А вы знаете праздник 1 мая? Да. А что это за праздник? Труда. А Новый год? Ну, конечно, Новый год. А 8 марта? Ну, знаете, почему даже 1 мая больше? Потому что со школы пошло. Мы даже в школе как-то праздновали это. Потому что сегодня в России обрела независимость после развала Советского Союза. А когда это произошло? В 1991 году. Не знаю, а как его праздновать? Вот гуляем, выходим на улицу, гуляем. А вы можете рассказать, с чем этот праздник связан? Почему мы его празднуем? Ну, не хочу. К сожалению, вот я не знаю истории. По-моему, с 17-го года или даже раньше. А что произошло в этот день, что мы его празднуем? Ну, вот вы сейчас заставляете меня задуматься. Сейчас после нашего интервью пойду читать. Не знаю. Как вы думаете, почему очень много тех, кого я опросил, не знают, что мы сегодня празднуем? К сожалению, это наша беда. Надо хорошо знать историю своей страны и интересоваться этим. Скажите, пожалуйста, можете ли вы себе представить, чтобы в советское время вас просили, а вы не знаете, что это за праздник? Такого вообще категорически. Мы все знали. Раньше мы знали 7 ноября. Октябрьская революция. Все этот праздник... Первый праздник. Ну да, это просто был праздник, который семейно отмечали все. Сейчас никто не поймет, что это за праздник. Вот просто. Ничего не могу сказать, даже не успел. Ничего. Просто есть повод, могу поздравить всех россиян с этим праздником. А с чем сами знаете? Даже не знаю. 30 лет мы что-то празднуем. Вы можете объяснить, что мы празднуем сегодня? Затрудняюсь я сказать, потому что я успел родиться еще в СССР и с возникновением России, то есть... Что мы празднуем 1 мая? 1 мая? Ну, день трудящихся. День солидарности трудящихся. Скажите, а вы знаете, что сегодня за праздник? Ну, день России, 12-й. С чем он связан? Что произошло в этот день? Затрудняюсь ответить. Есть такая пословица «Насильно мил не будешь». Видимо, это относится и к праздникам. И даже время порой бессильно сделать родней то, что чуждо и непонятно. Потому что любовь к родине не устанавливается законами. Любовь идет от души и чистого сердца. Дорогие друзья, обязательно напишите в комментариях, а что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал Аврора. Не забудьте поставить лайк. И, конечно же, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова